Вы никогда не избавитесь ни от патогенов, ни от болезней на своем участке. И с этим надо смириться. Здравствуйте, дорогие друзья! Кто-то увидит в этом противоречие, а я нет. И о том, как сохранить урожай, мы поговорим в этом видео. Даже если вы выжжете огнем все на своем участке, ну всегда найдется какая-то посторонняя зараза. Будь то движение воздуха, или, ну, домашнее животное, заползшее насекомое, несущее на своем теле споры патогенных микроорганизмов. Ну, или соседская груша, нависшая над вашим участком и вот постоянно подбрасывающая источники манелиоза прямо вам на голову. Суть не меняется. Зараза была и будет всегда. Но почему же растения-то не умирают? Почему они не вымерли полностью? Да потому что всегда найдется тот кустик, которому хорошо, у которого все в порядке с питанием, с дыханием, и поэтому с иммунитетом. И ему просто уже не хочется умирать. И точно так же, как иммунитет человека, в принципе, может справиться с любым возбудителем, важным фактором остается доза возбудителя, доза болезни, доза патогена. И в этом деле, конечно же, у нас есть шанс снизить эту дозу для того, чтобы растения оставались здоровыми и давали хороший урожай. Поэтому просто необходимо следовать самым простейшим правилам. Утилизировать больные растения и проводить санитарную обработку зараженных мест и инвентаря. Все очень просто. Первое. Утилизация больных растительных остатков. Конечно же, самое простое решение – это огромная компостная куча. Высотой в метр, не меньше. Именно в такой куче будет подниматься температура даже зимой. И, конечно же, я сейчас должен сказать, что в этой куче будет убито все патогенное. От семян растений, сорняков до патогенных спор микроорганизмов и грибов. Но всегда найдутся те, что называются, хейтеры, которые будут готовы прийти и взять пробу в компостной куче и найти живую спору. Нет, ребята, это так не работает. Когда мы, авторы, на нашем канале говорим, что какой-то биологический препарат будет бороться с болезнями, с патогенами, это не значит, что будет полностью, стопроцентная смерть всего и вся. Нет, это всего лишь значит о том, что будет снижена доза возбудителя. И именно после такого снижения этот возбудитель уже становится не опасным. Возможно, кто-то будет удивлен, но фитофтора, фузариум, они есть всегда в почве. И, что самое интересное, даже могут вступать в симбиотические отношения с растением, то есть быть полезными. И только когда их доза возрастает, а иммунитет растения снижается, вот тогда уже гриб понимает, что ему, наверное, нужно найти пропитание где-то получше, убить само растение для того, чтобы побыстрее распространить споры и размножиться. Вот так это работает. Но а что делать, если дачный участок небольшой и собрать огромную кучу компоста просто негде? Ну, или основная уборка участка у вас, скажем так, запланирована поздней осенью, когда много травы, ботвы различных, да всего, всей зелени, мусора, грубо говоря. А яблоки, вот они уже пропали в июле из-за манилиоза или парши. Куда их девать? Есть простое, в принципе, решение. Яма. Вы знаете, просто вырыть яму в зависимости от количества накопившегося материала и все зараженное бросайте туда. Наполняйте ее до уровня 30 сантиметров от поверхности. Если зелени много, лучше ее расширить, но не заполнять по краям. Все, дело сделано. Насыпайте слой почвы в 30 сантиметров над всем этим мусором и через три месяца, если вы это сделали осенью, или на весну, если вы это начали делать осенью, собирать эту яму. На этом месте как раз можно будет посадить идеально любое дерево или куст и оно будет расти как на дрожжах. А что произойдет с заразой? Ответ прост. Черви. В свое время Чарльз Дарвин описал червей как необъявленных солдат человечества, а Аристотель назвал их кишечником Земли, поскольку они могли переваривать любую практически органику и освобождать почву от патогенов. Ну, конечно же, Аристотель о патогенах еще ничего не знал. Вообще, кишечник дождевых червей содержит очень много разных микроорганизмов. У них куча различных ферментов, гормонов. Все это вместе способствует быстрому разложению материала, органики. Превращая его в биогумус за очень короткое время, всего 4-8 недель и готово. По сравнению с традиционным процессом компостирования, вы знаете, там используются в основном микроорганизмы. И поэтому все зависит, конечно же, от того, каким способом вы компостируете всю эту зелень горячим, теплым или холодным. Соответственно, будет и зависеть время приготовления его от нескольких месяцев до двух лет. Когда же органическое вещество проходит через желудок дождевого червя, ну, как бы желудок и кишечник, оно измельчается. После всего этого пищеварительные ферменты, микроорганизмы способствуют их расщеплению в кишечнике. И, наконец, все это выходит в виде таких слепков, которые все еще дозревают благодаря микробам. Мы часто эти слепки видим там на почве после дождя, вот эти горочки такие, места, где выползали дождевые черви. Бактерии, связанные с кишечником дождевого червя, превращают все это в зрелый продукт. И фузариум, и альтернария, и различные другие патогенные микрогрибы быстро перевариваются дождевыми червями. При этом самое важное еще и то, что черви используют свой кишечник как инкубатор для всех самых полезных микроорганизмов, насыщая ими почву именно так, как нужно. Ну, а если отходы уже у вас высохли, то проще всего устроить пионерский костер, если, конечно, это не помешает соседям. Это просто, это, наверное, романтично, ну и зола это еще прекрасное удобрение. Ну, а теперь поговорим о дезинфекции. Всегда нужно проводить дезинфекцию секаторов, которые вы использовали для обрезки больных ветвей и зеленых частей растения. Всегда нужно использовать дезинфекцию граблей, которыми вы подгребали все больное. Всегда нужно проводить дезинфекцию вот такой копалки для картошки, если ваша картошка была поражена, скажем так, гнилью. При этом проще всего такой секатор промывать с мылом и держать несколько минут, скажем так, в небольшой емкости в баночке с любым дезинфицирующим раствором, если секатор небольшой. А что делать, если секатор побольше и в маленькой баночке он не вмещается? Да и как дезинфицировать большой инвентарь? Лично я использую довольно большую емкость для того, чтобы дезинфицирующий раствор просто не попадал на грядки на землю и не заражал. Потому что практически все рекомендуемые смеси для дезинфекции все-таки очень вредны. Конечно, можно использовать и раствор белизный однопроцентный, и перекись все туже, и, конечно же, растворы купоросов, и медный, и железный. Но я предпочитаю использовать природные биологические препараты. Самый хороший в этом случае, конечно же, раствор триходермы. Для дезинфекции сразу большого количества инструментов, или уже в конце сезона, когда вы все складываете на хранение, лучше произвести генеральную дезинфекцию. И, конечно же, лучше использовать наиболее сильные химические дезинфектанты, скажем так. Я чаще всего использую, конечно, белизну. Это и дешево, и да вполне эффективно. Делаю однопроцентный раствор, и просто-напросто хорошенько, хорошенько все это опрыскиваю так, чтобы раствор подействовал. Нужно немножко выдержать, а затем, конечно же, не забывайте все это просушить. Все-таки металлические части могут ржаветь. Дополнительно я рекомендую металлические части, особенно режущие, острые, на зиму протирать маслом. Я использую для этого отработку. Ну и дезинфекция парников и теплиц. Конечно же, это нужно делать. Можно использовать все вышеназванные мной препараты. И гипохлорид, и перекись, и купоросы. Но нужно учитывать то, что все это в конечном итоге вызовет в больших, особенно, количествах и отравление почвы. Что не совсем уместно для своего продукта. Я использую более-менее совместимые с природой компоненты. Это либо биологические препараты, допустим, на основе триходермы. Либо же перекись водорода. Перекись водорода точно не отравляет. Она быстро распадается. Она не отравляет почву. Но очень хорошо убивает все патогенные микроорганизмы. Кстати, и хорошие тоже. Поэтому есть еще один момент. Если же у вас теплица уже довольно старенькая, и на стеклах или же на пластике уже находится такой зеленый налет из водорослей, вообще лучше ничего не использовать и не мыть моющими средствами. Дело в том, что зеленый налет это водоросли. И сами по себе они очень хорошо входят в содружество с грибами. Причем даже с патогенными грибами. И это точно обеззараживает эти грибы. Они становятся практически не патогенны, потому что это как бармалея в мультике поместили в детский садик на перевоспитание. Гриб образовал консорциум с зеленой водорослью. И становится практически безопасным. Ну, конечно же, хорошо, если большая часть из этих грибов будет триходерма. Это и безопасно, и в конце концов потом полезно урожаю. А вот для оздоровления грунта в теплице, в парнике, если, конечно же, вы не меняете каждый раз с каждым новым сезоном грунт на новый, лучше всего хорошая посадка каких-либо сидиратов, либо озимых злаков. Как только я уберу этот урожай, здесь обязательно я посажу либо белую горчицу, но чаще всего и больше всего мне нравятся, конечно, озимая рожь и овес. Они очень долго растут до самых морозов, учитывая то, что в теплице свой микроклимат. И даже если на улице уже стоят легкие морозы, здесь все еще тепло днем, особенно если есть солнце. Озимые злаки полезны тем, что они насыщают почву полезными веществами, гормонами. Они подзывают своими веществами, которые выделяют червей поближе к поверхности почвы. Те, в свою очередь, все так же насыщают почву полезными микроорганизмами, грибами, аэрируют ее, делают ее по-настоящему здоровой. Обеззараживают. А не это ли нам нужно? Ну и кроме того, есть еще такой лайфхак для тех, у кого остались ненужными бабушкины ковры и паласы. Я делаю еще одну вещь. Очень часто, собранная листвой по осени, устилаю почву довольно толстым слоем всю. Я не смотрю, что заражено, что нет. Со всех деревьев, листьев все это устилаю на почву в теплице. А затем поверх стилю ненужные ковры. Вот такое приспособление, скажем так, всю зиму является своеобразным укрытием для червей. И даже при небольших морозах черви под этим устилом работают. И весной, когда вы придете в теплицу ее уже облагораживать, поднимете ковер, вы увидите землю как пух. Она реально мягкая, она практически чистая, никаких остатков практически не остается. И любое растение такой почвы будет расти, как на дрожжах. Ну вот и все. По сути дела, для здоровья вашего участка больше делать ничего не нужно. А я прощаюсь с вами. Конечно же, советую всем, кто еще не подписался на наш канал, сделать это, поставить лайк. Ну и желаю быть поближе к червям, но только, когда вы работаете на огород. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok